Приветствуем Оксану. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она стоит в какой-то накидке, как фото, только она черная, прозрачная, красивая, ажурная. Она полностью с головы до пола вокруг нее, но ее хорошо видно, так как она прозрачная. И Оксана просто говорит, да, глазами в пол она смотрит. Хорошо. Скеннер, просканируй сейчас накидку над ней, подсвечив все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, которые с ней связаны. Скеннер отключает это все и выводит в клетку-тюрьму. Она на голове прикреплена, где темечка. Хорошо. Это больше купол такой, чем накидка, вышел. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Оксана, вы не знаете, откуда накидка? Она как очнулась, трогает себя. Вы меня слышите? Да. Видите, отлично. Хорошо, вы не знаете, откуда эта накидка, которая в клетке сейчас находится? Какая накидка? Посмотрите, должна быть слева от вас в клетке-тюрьме. Эта накидка была прикреплена к вам. А вы кто? Мы кто? Оксана, вы обратились к нам за чисткой своего биополя, своей квартиры, своего супруга. Вы помните об этом? Попросили нас помощи вашей чистки. И сейчас мы начали эту чистку, вытащили первое сейчас эту накидку. Я спросил, знаете ли вы, откуда она или нет? Вы вспомнили? Нет, я не знаю, откуда она. Хорошо, согласие вы свое дали нам на работу. Тогда мы начинаем работать. Будем вытаскивать всех. Даю команду. На счет риски она сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки, воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Здесь есть демон, одиннадцатый. Хорошо. Дальше инкуб. Инкуб. Его накидка? Да. Дальше лизард и арахноид. Все. Хорошо, обращаясь ко всем, кто ей доставлял в три часа ночи дискомфорт, что она постоянно просыпалась, не могла заснуть. Два нижних инкуб. Инкуб и демон, да? Чего вам не спится ночью, инкуб с демоном? Почему в три часа ночи устраиваетесь? Каждого есть своя причина. Демон собирает страх, а инкуб наслаждается. У кого есть из вас контракт на пребывание в этом биополе? Ни у кого. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Оксаны спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивается также канал к накидке инкуба. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оксане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сколько находился демон в этом биополе? Три года. В квартире присутствуешь? Конечно. Присутствую. Хорошо, инкуб. Сколько ты присутствовал? Год и два месяца. Ты в квартире присутствуешь? Там спальня из красной шторы, он как-то связан с ними. Это он говорит или ты ее считала? Он показывает. Ага, хорошо, значит присутствуешь. Лизард. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Любитель воровать краски. Он почему-то икает. Чего ты икаешь, Лизард? Четыре. Четыре что? Года. Четыре года. И арахноид. Сколько ты находишься в этом биополе? Семь лет. Семь лет. У тебя есть потомство? Ты присутствуешь в квартире? Там есть его паутина. Значит присутствуешь. Хорошо. Лизард не присутствует в квартире, я полагаю, да? Нет. Хорошо, ждем окончания реверса. Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Оксана забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Оксана себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. От кого что идет? Красная энергия, я полагаю, идет демону Инкубу, да? В ноги, в первую чакру. Значит, Лизарда возвращается, спокойствую ей. А другие? Он ей создавал вопросов много, от которых у нее начинались как паника. А это он задавал эти постоянные вопросы. Сомнения. Да, это все его было. Хорошо. Теперь Оксана знает причину, кто ответственен за это. Где-то же какая-то ревность, убида. Это то, что он ее усугублял. Хорошо, Оксана, если вы эти чувства испытывали, а вы их испытывали, вот Лизард, он и является этой причиной. Последние четыре года минимум. Как с реверсом? Закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с арахноида, арахноид. Выходи, отключайся полностью, вытаскивай свою паутину, иголки. Если есть, свои энергии, ничего не забывай. Возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналу в этой клетке. Предупредил вас. Приступай. Здесь волосы, у нее очень много паутины. Как она ощущала твое воздействие арахноид? Что это было? У него как сетка идет, толпа вниз, тяжесть. Он ей нашептывает что-то. Что он нашептывает? Пошла информация. Он разные короткие предложения говорит, на которых она зацикливается. Понятно. То есть это его действие. Это не сейчас происходит, да? Не сейчас. Нет, не сейчас. Сейчас он все снял. Хорошо. Он давал ей команды. Арахноид. Лизар, твоя очередь. Выходи. Где ты сидел? В сердечной чакре или? Да. Выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся. У него как круг и такие, как лепестки или отростки, за которые он дергал. То одно усугублял, то другое. Но это чувство больше здесь. Готов. Куб, твоя очередь. Что-нибудь осталось на твоей чистоте, кроме этой накидки? Осталось. Он показывает. Он у нее со стороны спины на плечах висел. Он висел? Да. У него как на плечах и ниже он ее ногами как окутывает, сказать. Ну и что там у нас? У него тяжесть. А что у нас ставилось под ключик там? На шею у него тянуло. Это цепь, это веревка. Какой артефакт, Вера? Я не пойму. Это веревка, за которую он тянул. Вот. Хорошо, Инкуб. Выходи, снимай свою веревку. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Готов. Демон, выходи. Отключайся полностью. Скажи, мне есть лярвы в биополе? Оксаны? Нет, лярвы. У меня есть затемнение. Где они находятся? На голове точно, тарахноида. На лице. Хочешь получить затемнение? Хочет. Да-да, снимай, доложи на месте, что ты все снял. Я дам отдельную команду. Приступай. У него такие, как ленты на ногах, закрученные. В спирали он снимает. Он за них дергал. Понятно. Готово. Разрешайте забрать это затемнение. Забирай, ничего не забывай. Возвращайся назад. Есть. Все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Оксаны с демоном, инкубом и его накидкой, лизардом и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии Оксане отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печаток, растворяя. Готово. Арахноид, инкуб и демон. Я сейчас открою два портала в квартиру Оксаны. Демон и инкуб пойдут в один портал, арахноид пойдет во второй портал. Вы собираете все, что вы оставили на своей чистоте. Я прихожу, проверяю и отпускаю каждого на его чистоту. Демон мне еще покажет все порталы в квартире. Я их закрою. Если он хочет, могу собрать ему негатив в этой квартире в дорогу. Все понятно? Хорошо. Открывается два портала в квартиру Оксаны. Один, два, три. Демон и инкуб идут в один портал, арахноид идет во второй портал. Закрывая печаток, растворяя. Готово. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Уходит на свою чистоту. Закрывая печаток, растворяя. Есть. Накидка в клетке. Да. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, накидка уходит на переработку. Закрывая печаток, растворяя. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Здесь есть, в смысле нет магии, но есть как негатив какой-то. Чем непонятно. Хорошо. Селом его намерение сворачивает этот негатив в шар. Он выходит. Зависает перед ней. Вошел. От этого шара выстраивается канал к ответственным 1, 2, 3. Притягивая всех ответственных за этот негатив в клетку тюрьму. Если это было воздействие магическое. Не было воздействия. Это просто взгляды. Где-то зависть. Где-то конкретная. Но не то, что ненависть, неприязнь. То, что оно на ней задержалось. Вот это проблема. То, что люди говорят, это одно дело. Но они как-то и пробили ее. Этой энергией. Глаза. Глаза. Через глаза работает. Злость. Давай поставим монитор. Посмотри, кто это. Какие картинки идут. Женщина. У нас светлая, другая, темненькая. Суждает ее. Перемывает кости. Понятно. Хорошо. Это две женщины. Ну что ж. Делим этот шар пополам. И открываю прямые каналы к этим двум женщинам. И отправляем их негатив на их частоту. 1, 2, 3. И они получают свой негатив назад. Да будет так, а так и есть. Готово. Поехали. Дальше. Хорошо, Оксана. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я могу лишь сказать то, что вижу энергии чистые, наполненные. Нет страха. А есть радость. Так и есть. Это мои первые ощущения. Это ваши родные энергии. Хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа. И чуть позже перейдем к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в ее систему биоробот душа. Заводим. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Потом. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует...